И всем привет, с вами Росиксон. Сейчас расскажу про Wannoswap. А также у меня к вам вопрос, как вам проект, потому что у меня отношения смешанные. Wannoswap это децентрализованная биржа, DEX, построенная на Aurora.EVM и NIR. На Wannoswap токены можно обменивать, делать ставки, выращивать и размещать в пулах ликвидности. Ну и голосовать за них с помощью функции управления. Wannoswap Launchpad это новая платформа IDO для запуска новых блокчейн-проектов в экосистеме NIR. Фарминг активно занимает нишу одного из самых популярных пассивных способов криптовалютного заработка в индустрии DeFi. Но как же работает это доходное фермерство? Ответ на этот вопрос нужно упомянуть, что фарминг это процесс начисления токенов в виде вознаграждений за предоставление ликвидности проекту путем размещения определенной пары токенов в пуле. Сейчас существуют и более сложные пулы, состоящие из трех пар, но об этом не в этом ролике. И пока я не забыл, в комментариях можете написать, у меня скорее всего будет возможность разыграть NIR среди моего сообщества. То есть в комментариях можете предложить как разыграть NIR, например по комментариям, по вопросам или еще как-то. Я думаю то что будет конкурс рисунков, в общем посмотрим что будет. Кстати, например так же вы сможете выиграть NIR в сообществах NIR. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете зайти в чат NIR спросить, а как ванна свап, надежный, кто вообще использовал. Ну и подобные вопросы, и вам админы, и пользователи NIR ответят. Так же если вы увлекаетесь Playteor играми, то вы сможете зайти в чат NIR Games. Там идут разговоры о играх на NIR, как на них зарабатывать и в общем-то примерно так. Кстати, в обоих сообществах проходят конкурсы. Например, в старом конкурсе я как-то выигрывал более 100 долларов, просто потому что у меня была лучшая база. А сейчас конкурс, который идет, он 10 будет, с вступительным взносом 2 NIR, а призовым пулом более 95 NIR. В общем, если интересно, переходите по ссылочкам в описании. Так же есть мой телеграм-канал, но что там говорить не буду. Пулы ликвидности, ну это своего рода хранилище токенов. Которые обеспечивают процесс торговли той или иной валютной пары, получая ликвидность от пользователей, которые взамен получают вознаграждение от проекта в зависимости от вложенной ими доли. Децентрализованные биржи, DEX, являются рычагами, управляющими ордерами на покупку или продажу крипты, где в свою очередь пулы ликвидности являются неким смарт-контрактом этих бирж. Например, WanaSwap это небольшая биржа, если сравнивать с гигантами в этой сфере, но она позволяет инвестировать в фарминг некоторые коины. Доходность фарминга можно рассчитать на основе годового процента, который отслеживается через годовую процентную ставку EPR. Этого показателя можно использовать, ну в общем, чтобы отслеживать сколько процентов мы получаем. Также он будет содержать в себе реинвестирование, которое приводит к повышению прибыли. Процесс переинвестирования прибыли происходит в доходах фермерства чаще, чем на других рынках, из-за использования смарт-контрактов. Для реинвестирования уже существует множество торговых стратегий, которые приносят иногда и хорошие суммы в год, в процентах. Также сразу говорю то, что я могу ошибаться, делать некоторые упрощения, если что поправите в комментариях, также можете вопросы задавать в комментариях или в чате. Какой же главный риск фарминга? Это падение курса криптовалюты, из-за чего холдеры могут потерять часть доходности и собственных средств. Поэтому в паре лучше добавлять стейблкоин, это уменьшит доход, но снизит риски, но также они не будут равны нули. Другим риском являются мошенники, которые могут взломать биржу и украсть активы. Новые платформы не всегда проходят всесторонний аудит безопасности, и смарт-контракты могут оказаться уязвимыми перед кибератаками. И даже если все аудиты прошли, все равно, скажем так, биржу можно будет взломать. Вопрос, который сейчас задают новички, чем же фарминг отличается от майнинга? Ну, майнинг криптовалюты, это логично требует покупки или аренды оборудования для того, чтобы майнить. Кроме того, для добычи крипты несут расходы электричества и все остальное. Другим важным отличием от майнинга будет то, что для фарминга инвестор покупает цифровые активы, в то время как майнерам нужны, в общем-то, фермы, оборудование и все такое. Если, грубо говоря, при майнинге доход приносит оборудование, то при фарминге это доход приносит наши криптоактивы. Сейчас фарминг развивается очень стремительно и несет за собой очень высокие проценты. Все больше людей присоединяются к детализованным биржам и поднимают их ликвидность. Плюс ко всему, Ванасва предлагает фермерам увеличить доходность через реферальную систему. Система вознаграждений будет состоять из бонусов за команды фарминг и бонусов от расходов членов вашей команды. Размер бонусов будет зависеть от уровня, а уровень от количества размещенных средств. Ванасва позволяет не только фармить, но еще и поддерживать получение пассивного заработка за счет простого хранения монет, причем разных. В таком процессе используется алгоритм Proof of Stake, доказательство доли владения. POS является одним из методов защиты блокчейна от вмешательства и недостоверности размещаемых данных. Когда пользователи выбирают блокчейн с таким алгоритмом и хранят на своих кошельках монеты, им начисляется вознаграждение. И оно может отличаться от монет. То есть где-то оно может быть большим, где-то средним, где-то вообще маленьким. Это стимулирует участников системы вовлекаться в процесс стекинга и обеспечивать тем самым работоспособность блокчейна. Но мне, кстати, Proof of Work больше нравится, а вам как? Чем больше токенов удержателя, тем больше вероятность, что он станет создателем нового блока. Данное, кстати, вот, ну, ванасва поддерживает бессрочный стекинг. При таком размещении монет не указывается конечная дата периода их держания. Пользователь может прекратить участие в процессе валидации, когда посчитает нужным. Проценты будут сноситься до тех пор, пока участник сети не выведет свои токены. Чтобы, кстати, пользоваться ванасва, вам необходимо будет получить ваш криптокошелек. Для этого есть огромная кнопка с надписью Connect Wallet. Вы можете для этих целей использовать такие популярные кошельки, как Wallet Connect, MetaMask, ну, несколько других кошельков. Ну, в общем-то, стекинг, фарминг, проверять ликвидность, участвовать в конкурсах и так далее. Спасибо за просмотр, буду благодарен за конструктивную критику в комментариях. Переходите по ссылочкам в соцсети НИР, в мои соцсети. Также все ссылки на ванасва будут в описании. Удачи и будьте аккуратны! ПОДПИСЫВАЮТСЯ! 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 ПОДПИСЫВАЮТСЯ!